Новый год шагает по планете, радуются взрослые дети. Но шагает Новый год, как правило, неуверенной походкой. А 1 января – не только первый день Нового года, но и Международный день похмелья. Те, кто говорит, что напиваться по праздникам старинные русские обычаи лукавят, в старину пили слабоалкогольные напитки – медовуху, пиво, брагу. С 10 века – виноградное вино. Причем все это сопровождалось обильной трапезой, что сводило появление похмелья фактически на нет. С другой стороны, вся современная российская песенная традиция в буквальном смысле слова воспевает пьянство и алкоголизм. В такой обстановке не выпить лишнего сложно вдвойне, а значит и риск похмелья повышается. Для начала стоит узнать врага в лицо, точнее в нашем случае в печени, и понять, как с ним бороться. Печень наша перестает справляться. Вырабатывается ацетальдегид, то есть продукт распада алкоголя. Страдает печень, из-за этого страдают легкие, сердце, головной мозг и все остальные ткани и органы. Кто предупрежден, тот вооружен. Но до застолья мало кто принимает превентивные меры, а ведь можно существенно снизить пагубное воздействие алкоголя на организм. Достаточно принять перед возлиянием известные медицинские препараты. Хорошо иметь активированный уголь. Пусть говорят, что он старый, но он очень хорошо помогает. Кроме этого, новые средства, такие как энтеросгель, белый уголь. То есть эти все средства очень хорошо снимают именно действие вот этого ацетальдегида. Но как быть и что покупать поутру, если все же угодил в коварную ловушку под названием похмелье? У героев российских фильмов свои рецепты. Я должен принять волну, выпить чашечку кофе. Да ли, говорю! Давай, 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 давай! О, золото мое! О, прости! Вот, вот, вот! В отличие от киношных героев, врачи рекомендуют сосредоточиться на кисломолочных продуктах и ни в коем случае не употреблять спиртное. Кроме того, каждый знает, что помогает классика – огуречный рассол. Те, кто более продвинут, могут также обратиться к последним достижениям фармакологии. Витамин С тоже очень хорошо. У нас есть, кроме витамина С, такие лекарства, как алкозельцер, лимонтар. То есть они тоже хорошо снимают это похмелье. И все же перед тем, как сесть за новогодний стол, еще раз внимательно пересмотрите иронию судьбы или с легким паром и прислушайтесь к совету главного героя. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ